Здравствуйте, с вами я, Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное сверхъестественно. Вам бы понравилось, если бы ваши сверхъестественные дары увеличились? Мой сегодняшний гость утверждает, что если у вас будет один особый дар, это увеличит все ваши сверхъестественные дары. А еще он утверждает, что у вас уже есть этот дар. Его просто надо развить. Мне бы этого хотелось, а вам хотелось бы? Существует ли сверхъестественное измерение? Мир, о котором мы не знаем. Можем ли мы заглянуть в древние тайны сверхъестественного? Могут ли наши сны передавать послания с небес? Реальны ли чудеса исцеления? Есть ли жизнь после смерти? Более 35 лет Сидрот исследует загадочный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к нему в этом выпуске программы «Это сверхъестественное». Итак, Джеймс Голл, мы знакомы уже много лет, и я знаю, через что вам пришлось пройти. На вашу долю выпало больше испытаний, чем на долю всех других знакомых мне людей. Вы несколько раз чуть не умерли. Да. У вас несколько раз диагностировали рак. А недавно у вас произошла встреча с небесами. Так что же произошло с вами? У меня была встреча с небесами, я вдруг оказался на холме. Там мне предложили присесть за стол. А напротив меня сидела очень важная на небесах личность. Это создание смотрело прямо на меня. Я хочу напомнить, что мне три раза за девять лет диагностировали рак. Мои почки не работали. Я четыре раза был при смерти. Практически не работали, давайте так скажем. И вот я оказался за столом на небесах. А напротив меня сидел посланник небес. Этот посланник небес был очень важной личностью на небесах. Он смотрел прямо на меня. У него было очень мудрое лицо. И скажу вам больше, он смотрел мне прямо в душу. Глядя в мои глаза, он заглядывал внутрь меня, в мое сердце. И вдруг он сказал мне, что хочет, чтобы в ближайшие 20 лет моей жизни я стал преследовать дьявола. Скажу вам честно, на тот момент я немного испугался и не понял его. Преследовать дьявола? Только представьте себе. Раньше Джеймс радовался, что прожил еще один день, еще одну неделю или еще один месяц. А теперь он точно знает, что небеса даровали ему минимум 20 лет жизни. Минимум 20 лет. Вы считаете, что каждый верующий должен уметь различать? Я знаю, что значит слово «различать». Но объясните для новичков, что значит «различать» с библейской и духовной точек зрения. Одной из величайших козней дьявола является обман. Одна из величайших нужд церкви — это развлечение этого обмана. Один из даров Святого Духа — это дар развлечения духов. Существует пять разных типов духов. Человек, который ощущает царство духов, может перемещаться там в различных измерениях. Но дьявол не спит. Он постоянно придумывает что-то новое. Он посылает нам различных духов, самых разных. Они даже могут выглядеть как ангелы. Они могут знать Святой Дух. Они могут быть не похожи на демонов. Когда вы можете пребывать в Царстве Духов, вы все понимаете и видите их насквозь. Это помогает вам, а еще вы можете развить все другие ваши дары и способности и перенести их на новый уровень в своей жизни. Так вы возрастаете. Итак, этот дар увеличивает другие дары. Но верующие должны различать свои мысли. Демонические мысли и Божьи мысли. А сегодня это очень важно. Да, это важно, ведь Иисус сказал, «Мои овцы слышат Мой голос и поэтому идут за Мной». Будучи верующими, мы верой знаем, что слышим голос Божий. Ведь так, Сид? Разумеется. Но мы слышим не один голос. Я слышу также свой голос. Я слышу голос мира, когда он меня атакует. А еще я слышу голос врага. Разумеется. Все мы слышим Духа Святого. Но помимо того, чтобы учиться слышать, мы должны также научиться различать голос Духа Святого от голоса чужака и не идти за ним. Это очень важно. Только представьте, скольких ошибок можно было бы избежать, если бы вы развили в себе дар развлечения, которые есть у вас, если вы верите в Мессию. Он обостряет все другие ваши дары. Я помню, что как-то проповедовал на конференции в городе Анахайм, что в Калифорнии. Я стоял на сцене рядом с пророком Джоном Поулом Джексоном. Был в таком состоянии, что если бы вы привели ко мне кого-нибудь, я бы возложил на него руки и начал бы пророчествовать. Той ночью Дух Святой даровал мне сон. В том сне я увидел, как над людьми горели языки пламени. Тогда я подумал, вы что, серьезно? Неужели у пророков так все и происходит? На следующий день я проповедовал вместе с Джоном Уимбером и другими известными людьми. И вот пришла очередь возлагать руки на людей. Внезапно Джон Поул повернулся ко мне и прямо перед несколькими тысячами людьми сказал, сегодня ты пойдешь первым. А я такой, ну надо же. И вот я вышел и стал читать молитву о помощи, и вдруг у меня открылось духовное зрение. И я увидел, что у людей над головами горят языки пламени, прямо как в деянии. Мне оставалось говорить только, вот вы там. И тогда Дух Святой сходил на этих людей. Они начинали ощущать его, обретали спасение. У них излечивался сколиоз. И происходило это потому, что они теперь могли различать Духа Святого. То, о чем сейчас рассказал Джеймс, обычное ощущение для него и многих других, потому что дар развлечения Духов постоянно развивается в нас. Он приумножается. Да, приумножается. У нас есть естественные чувства. Все прекрасно знают их. Это зрение, слух, вкус, обоняние и другие. А еще у нас есть сверхъестественные чувства, и многие люди не знают о них. Расскажите о них. Послание к евреям говорится о твердой пище. Большинство из нас предпочитает питаться твердой пищей, а не детским питанием. Твердая пища свойственна зрелым людям, которых развивают свои чувства к развлечению добра и зла. Как вы уже сказали, у нас пять чувств зрения, слух, обоняние, вкус и осязание. Когда мы подчиняем пять наших чувств Святому Духу и провозглашаем свободу, что в свою очередь подключает Царство Небесное, мы подчиняем наши части тела, наши глаза, наши уши и также сердце Господу. Все чувства, как мы сказали. Мы провозглашаем свободу над ними, а затем мы молимся и обретаем помазание Святого Духа для наших естественных природных чувств. Так мы естественным образом обретаем дары сверхъестественные. Это хорошо, но мне нужно больше. Я хочу, чтобы начали работать все мои духовные чувства. Я хочу, чтобы они ожили. Я собираюсь спросить у Джеймса, как это сделать. И вы тоже послушайте. Вы сможете узнать, как это сделать, когда мы вернемся после паузы. Итак, мы с вами говорили о том, как раскрыть свои духовные чувства. Вы упомянули что-то о подчинении. Расскажите поподробнее о том, как нам раскрыть наше духовное чувство. Под подчинением можно понимать также представление. Мы должны представить наши части тела Богу. В послании к римлянам сказано, что наше духовное служение начинается тогда, когда мы подчиняем все наше тело восхвалению Бога. Помните? 12 глава. Представьте тела ваши в жертву живую. Мы представляем их или подчиняемся Богу. То есть я подчиняю свои глаза, уши. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы говорим о молитве? Да. Итак, мы подчиняемся. Я правильно вас понял? То есть я подчиняю или предоставляю свои глаза, свои части тела. Предоставляю свои глаза Господу нашему. Послушайте меня, у каждого верующего есть два комплекта глаз. Естественные глаза, а согласно посланию к Ефесиным, еще одна пара глаз, которые называются очи сердца. Апостол Павел молился о том, чтобы об этом молилась церковь в Ефесе. Он говорил, я молюсь о том, чтобы вы наполнились духом премудрости и откровения к познанию Господа нашего Иисуса Христа. А еще я молюсь о том, чтобы очи сердца вашего просветлились, чтобы вы поняли три великие вещи, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. Вот что произойдет, когда ваши духовные глаза откроются, мы должны молиться по Библии. Я молюсь так. Вы можете сейчас просто положить руки себе на сердце, потому что именно там находятся ваши вторые глаза. Прямо сейчас я молюсь о том, чтобы Дух Святой открыл очи вашего сердца и явил вам дар откровения о жизни, чтобы вы поняли, насколько велик тот, кто живет в вас, а также о том, чтобы вы понесли миру откровения о том, к чему Он вас призвал, а именно, о замечательном наследии и великой силе, которая является всем, кто верит. Это во-первых. А во-вторых, вам нужно будет кое-что провозгласить, потому что устами мы исповедуем к нашему спасению. Я провозглашу это вместе с вами, чтобы это точно произошло. Пусть наши зрители повторяют за нами. Да. Так, начинайте. Повторяйте за мной. Я провозглашаю. Я провозглашаю, чтобы очи моего сердца, чтобы очи моего сердца открылись, открылись. Я обретаю, обретаю величайшее спасение и откровение. Самое великое, самое. Пусть я увижу ангелов, ангелов, и буду следовать за Святым Духом. Пусть у меня появится знание. Я получу все дары Святого Духа. Поэтому я провозглашаю, что велик, живущий во мне. Он величественнее того, что пребывает в мире. А сейчас третий шаг. Первый — это подчинение или представление. На втором шаге мы активируем это словами. Мы провозглашаем свободу. Но чтобы провозгласить свободу, вы должны разорвать цепи, которые вас сковывают. Мы разорвем их во имя Иисуса. Мы разорвем их. Пусть все травмы и проклятия, которые сказали мы, уйдут от нас во имя Иисуса. Пусть я стану одним из тех, кто видит всю полноту и будет жить этой полнотой. И вот мы активировали этот дар, и теперь мы должны обрести помазание. Всего лишь три простых шага — подчинение, провозглашение и обретение. А теперь вы должны обрести Духа Святого прямо в очах вашего сердца. Прямо сейчас у кого-то из вас скоро осуществятся мечты, которые до этого были только мечтами. Кто-то из вас получит доступ к божественным знаниям во имя Господа нашего Иисуса Христа. Вы узнаете просто великие вещи. А некоторые из вас получат возможность узнать, увидеть и ощутить дар развлечения духов, потому что у вас откроются глаза. И тогда вы увидите, что на вашу семью и семейное древо оказывается демоническое влияние. Но прямо сейчас я провозглашаю, пусть ваш взгляд прояснится, пусть вы во имя Иисуса освободитесь от родовых проклятий. Прямо сейчас освобождайтесь во имя Иисуса Христа. Знаете, лично я не знаю, как вы, но я точно знаю, что если вы сейчас открылись, чтобы это получить, то вскоре с вами произойдет нечто хорошее. Сейчас с вами произошло нечто замечательное, и оно останется с вами до конца жизни. Итак, мы знаем о пяти естественных чувствах, но вы утверждаете, что есть и шестое, это некое духовное чувство, расскажите о нем. Я верю, что такое чувство есть. В моей книге «Различение духов» есть глава, посвященная пяти нашим чувствам, а за ней идет шестая глава, где я рассказываю о шестом чувстве. Верю, что этим чувством является божественное знание. Верю, что у нас есть доступ к разуму Христа, и благодаря помазанию Святого Духа мы знаем о том, что нам нужно. В послании Иакова сказано, что если нам не достает мудрости, то нам стоит попросить о ней у Бога. Обычно я говорю так, «Боже, мне не хватает мудрости, но я вижу, что у Тебя самая великая мудрость. Поэтому яви мне свою божественную мудрость. Пусть мне дастся разум Христа. Когда у меня будет разум Христа, у меня будет и божественное знание. Я буду знать великие вещи. Знать, что Бог на моей стороне, а не против. Еще я буду знать, что наступает время благоволения и неожиданностей. Пусть все вы перейдете на новый уровень божественного знания по уму Христа. Я молюсь об этом во имя Иисуса». А знаете что? Сейчас мы уйдем на паузу, но после нее мы поговорим о настоящем предназначении дара развлечения духов. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. В моей левой ноге начали чувствоваться спазмы, были сильные боли в ноге. Иногда я мучилась от боли всю ночь, а на утро боль становилась совершенно нестерпимой. Казалось, мне уже ничего не поможет. Я включила вашу программу, в гостях был Крэйг Хилл. Я помолилась вместе с ним молитвой покаяния против проклятий и за то, что судила моих родителей. И боль сразу же исчезла. Спасибо, Господь! Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я вырос в бедном, полном насилии доме, где были наркотики и алкоголь, но Бог использовал вашу программу, чтобы смыть боль моего прошлого и дал мне новую надежду на мое будущее. Теперь я свободен и хожу в Божьем сверхъестественном каждый день. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Джеймс, в чем же заключается конечная цель дара, который даровал нам Бог, дара развлечения духов? Расскажите. Мы не хотим быть на низком уровне. Мы хотим достичь самого высокого уровня, который нам доступен. Мне кажется, что конечной целью этого откровения, ведь дар развлечения это тоже своего рода откровение, и конечной целью этого откровения является становление словом. Вы должны не просто получить слово или явить его, а стать им. Или давайте скажем по-другому. Вот так. Конечной целью этого дара является наше с вами преображение. Преображение из чего и во что? Преображение в личность, получившую откровение о том, кто вы, во Христе. Это отказ от старых привычек и получение свободы, ведь вы становитесь абсолютно новым созданием в Иисусе Христе. То, что было разрушено, будет восстановлено. Чтобы быть человеком откровения, для этого вы должны обрести надежду и говорить об этом. Вы должны обрести других людей, говорить с ними и взывать о божественном вмешательстве во имя Иисуса Христа, достигать этих людей. То есть вы утверждаете, что откровение может прийти к нам везде, куда бы мы ни пошли. Да, так оно и есть. А еще вы утверждаете, что так мы станем нормальными. Я считаю, что это уменьшит число пассивных христиан, проживающих на этой земле. Нас должно быть больше. Мне это нравится, потому что мы несем перемены. Вы запомнили? А теперь расскажите вкратце о том, как вы были в Индонезии, а охранником у вас был человек, который был мусульманином. О, да. Расскажите, что произошло. Сейчас вы услышите о преображении. Тогда слово стало плотью в буквальном смысле. Это просто удивительная история. Я служил перед большим количеством народа. Там было 8 тысяч человек или около того. Со мной было несколько известных пасторов. Мой телохранитель был настоящим профессионалом. Он был нужен, поскольку мы были в довольно опасной стране. Сам он был радикальным мусульманином. Он был со мной всюду, куда бы я ни шел. Он никогда раньше не был на церковной встрече, а тем более на сверхъестественной встрече, где ощущается Дух Святой. Поэтому Дух Святой попросил меня произнести послание под названием «Почему я молюсь и стою за Израиль?» Что? Это же совсем не та аудитория и не то место для этого. Я начал спорить с Богом. Я же в Индонезии. Не та страна. Точно. Но я пошел туда. Я повиновался Богу и сказал «Да, Господи, пусть будет так, как ты хочешь». И вот я вышел на сцену. Бог знал, что мой телохранитель мусульманин служил своему пророку. Бог прекрасно знал, что он служил своему Мухаммеду. Я начал свою проповедь, которая называлась «Почему я молюсь и стою за Израиль?» А у моего телохранителя было видение. Он увидел Иисуса и 12 его учеников. Представьте себе, у человека, ничего не знавшего об истинной христианской вере, было видение, в котором он увидел Иисуса и 12 его учеников. В этом видении Иисус обратился к нему и спросил «А ты станешь одним из моих учеников?» И он тут же отдал свое сердце Иисусу. На следующий день он проснулся и сказал «Отныне я служу пророку Джеймсу Голу». Иисус сказал ему «Если ты обретешь пророка во имя пророка, то получишь награду пророка». Так этот парень получил награду пророка. Через год я снова побывал там и узнал об этом. Он крестился в Адде и посвятил себя церкви, а вся его семья получила спасение. И теперь они ходят вместе с Иешуа. Они обожают Израиль. «Если вы сделаете всего один маленький шаг, Бог в буквальном смысле войдет в вас. Создатель Вселенной скажет вам, «Я тебя никогда не покину». Точно. «Я тебя никогда не покину». Сейчас я смотрю на вас, но есть некто более важный, кто смотрит на вас. Сейчас на вас смотрит Бог. на вас смотрит Создатель Вселенной. Повторяйте за мной. Дорогой Бог, я грешник. Я согрешил против тебя и других и очень сожалею по этому поводу. Я верю, что кровь Иисуса смоет мои грехи. Я очищусь. Как же здорово очиститься. Теперь, когда я очистился, Иисус, я прошу тебя войди в меня. Я делаю тебя своим Господом и Спасителем. Аминь. У нас есть еще 28 секунд, и я знаю, Джеймс, что вы ненавидите рак. Я хочу, чтобы вы прямо сейчас посмотрели в камеру и прогнали прочь рак. Прежде чем отправиться на небеса, Орл Робертс возложил на меня руки и сказал эти слова надо мной. Я знал, что я был последним человеком, за которого он будет молиться. Он сказал мне, я уничтожаю все раковые клетки в твоем теле, пусть они исчезнут и никогда больше не вернутся. Сейчас я скажу то же самое и вам, и вы сможете так же легко обрести эти слова, как их однажды обрел я. Пусть рак уйдет и больше никогда не вернется во имя Иисуса Христа и славы Его. Что еще сказать? Да будет так. Смотрите в следующем нашем выпуске. Сейчас в мире набирает мощь древняя демоническая сила. Ее цель контролировать разум всего мира. Я хочу, чтобы вы присоединились ко мне Сидом Ротом и тогда я покажу вам, как остановить власть этой силы вашей семье, вашем бизнесе и вашей стране. Вы не должны это пропустить. ISN онлайн сеть это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. ISN это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Только что я снова посмотрела вашу программу и я благодарю Бога за вашу программу. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь. Загрузите приложение ISN сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть это сверхъестественно. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть это сверхъестественное. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня.